Мур, привет друг, это Зверько и продолжение рубрики «Основы для новичков». Мы уже рассмотрели атакующие и магические предметы, а теперь очередь защитных предметов. Новички считают, что за танка играть легко. Однако, одна из проблем танка – это правильная сборка билда в бою, которая собирается с учетом несметного количества условий. Самых важных три – какие герои играют против тебя, какие персонажи с тобой в команде и, собственно, какого героя выбрал ты. Всё приходит с опытом, но для начала попробую определить, какой вид урона в большей степени будет наносить вражеская команда по тебе – физический урон или магический урон, а чисто урона спасает только запас здоровья. Посчитать количество защиты можно и на калькуляторе, а в этом видео разберем, какие предметы ситуационно подходят к тому или иному моменту по их пассивке. Кроме того, предметы защиты используют не только танки, а вообще все классы в той или иной мере. Маги реже, бойцы чаще и так далее. В защитном снаряжении сложно выделить наиболее важные предметы – прямо как в жизни. Поэтому буду объяснять их банально по списку в магазине. Шипованная броня – наибольшая физическая защита плюс 90. Возвращает автоатакеру 25% его урона, работая только на урон от автоатаки. Собрав достаточно защиты, можно носить Кимми и Клауду возвратного урона больше, чем они нанесут тебе. Неплохо дополняет пассивный навык Беллирика, однако у этой брони есть серьезный минус – она не дает здоровья, а у многих танков навыки подвязаны к их максимальному здоровью. Минутка реализма от Зверько. Забавно, но был вброс, что подобная броня существует в реале, и якобы это – костюм для охоты на медведя в Сибири, но на самом деле это экспонат в Хьюстоне. Крылья королевы. Очень популярный предмет защиты, хотя не так давно был немножечко понерфлен. Незначительные плюс 25 физической атаки, плюс 90 здоровья, плюс 10% скорости перезарядки навыков. Главное в крыльях, конечно, пассивка. Когда у тебя ХП падает ниже 40%, активируется мощный бонус на 5 секунд. Физический и магический урон по тебе уменьшаются на 30%. Чистый урон по-прежнему наносит все свои 100%. Я проверял и демонстрировал в отдельном видео. Еще очень приятный бонус. Крылья на эти 5 секунд увеличивают физический вампиризм от автоатак на 40%. Предмет берут для выживания в критических ситуациях. Очень часто на дамагеров, которые успевают сильно отхилиться вампиризмом в пылу схватки. Однако у такого счастья перезарядка ровно минута. Предмет встречается в билдах всех классов. И давай немного прервемся на спонсора этого видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео. Внимательно вводишь свой игровой ID и сервер. Выбираешь нужное количество алмазов. И оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Также, Мунтон и Кодошоп организовали совместный ивент. За пополнение на любую сумму участники получают шанс выиграть постоянный облик. Акция продлится с сегодняшнего дня и до 1 апреля. И каждую неделю будет новый призовой облик. А теперь возвращаемся к ролику. Штормовой пояс. Дает плюс 800 здоровья. Плюс 10% скорости перезарядки навыков. Плюс 40 физической защиты. И плюс 6 регенерации маны. Ранее был показатель, насколько я помню, плюс 30 у подобных предметов. Но разрабы втихую изменили формулу расчета. В играбельности ничего не изменилось, поэтому не парься. Итак, это бесконечная битва мира защиты. Когда после применения навыка используешь автоатаку, то противнику наносится чистый урон, зависящий от твоего максимального здоровья. Но пусть урон и небольшой, зато он действует по группе противников. Вдобавок накладывает короткое замедление на них. Берется пояс на танков, у которых частая перезарядка навыков и других персонажей, которым нужно замедлить перемещение противника как можно чаще. Например, для нанесения урона лично или помощи в этом союзникам. А для спама навыками мана ой как нужно. Проклятый шлем. Дает хороший бонус к здоровью. Плюс 1200. И 25 магической защиты. Надев этот шлем, ваш персонаж начинает поджигать противника, банально приблизившись к врагу. Урон зависит от твоего максимального здоровья. И по крипам наносится больше урона. В одного противника урон не особо ощутим, но по группе персонажа вполне такой себе. Пока что в описании ошибка. Указано 1,5% от максимального здоровья цели. Но на самом деле учитывается именно твое максимальное здоровье. Шлем берут для танков, которые могут наносить урон. Например, опять же на Белерика. Увеличивая его урон в минуту. То, что больше урона по крипам, это хорошо. Но если у вас в бою пушит танк, то либо у него кукуха поехала, либо ваши пушеры раки и не доглядели. Защитный шлем. Дает больше здоровья, чем другие предметы. Плюс 1550 здоровья, плюс 20 регенерация здоровья. Давай сократим описание до понятного. Если ты не участвуешь в бою 5 секунд, то начинаешь постепенно исцеляться. Медленно, но полностью. Один из моих любимых предметов. Потому что позволяет герою вступать в бой с полным пулом здоровья. Вдобавок, хорошо усиливает навыки, подвязанные к твоему хп. И у меня, кстати, есть такой же защитный шлем, который прозвали Сахарная голова. Выдержал удар даже клевцом. Правда, дырку заделать до сих пор не доходят руки. Древняя кираса. Плюс 920 здоровья. Плюс 54 физической защиты. Плюс 6 регенерации здоровья. Уникальная пассивка для защитного снаряжения. Атакуя тебя базовой атакой, противник будет снижать себе физическую атаку вплоть до минус 30%. А это значит, что урон будет снижаться не только по тебе, но и по твоим союзникам. Что, в свою очередь, очень полезно. Однако, дебаф действует 2 секунды, после того, как тебя перестали атаковать. Как правильно заметил Мама Ямит в своем видео, древняя кираса снижает эффективность пассивки шипованной брони. Потому что у цели снижается сила атаки. И, как следствие, возвращаемый урон. А вот тебе не древняя кираса, которая защищала от первых нестрельных пуль. Оракул. 850 здоровья. Плюс 42 магической защиты. Плюс 10% перезарядки навыков. Этот плащик собирается для весьма простой цели. Он увеличивает твое исцеление. Когда тебя лечат, или ты вытягиваешь здоровье вампиризмом, либо используешь регенерацию, все входящее исцеление увеличивается на 30%. Кроме того, Оракул увеличивает внешний щит, как у Эсмеральды. Благодаря пассивке, этот предмет отлично совмещается с защитным шлемом. И строго рекомендован Уранусу и Эсмеральде. Щит Афины. Плюс 900 здоровья. Плюс 62 магической защиты. Плюс 4 регенерации здоровья. Предмет был изменен. Ранее он давал внешний щит. Теперь же дает мощную защиту от магического урона для тебя лично. Как работает? Прямо перед получением первого магического урона у тебя активируется защита на 5 секунд, срезая весь входящий магический урон на 25%. А потом еще и твоя магическая резистентность его уменьшает. Все это удовольствие переезжается вне боя 10 секунд. Афина берется против магов, как ты мог догадаться. Особенно хорошо срабатывает от прокастеров, которые отдают весь урон в одну комбинацию. Очень популярный предмет. А вот как выглядит настоящий греческий щит. И Фили на нем как символ богини Афины. Как воевали с бронзовыми щитами, я представляю с трудом. Наверное, с трудом и воевали. Господство льда. Увеличивает пул маны на 500, плюс 70 физической защиты, плюс 5% скорости передвижения. Зачем-то вывели в уникальность, плюс 10% скорости перезарядки навыков. Это щит, который снижает скорость бега на 10%, и скорость атаки на 30%, когда противник очень близко к тебе. Или в упор, или примерно 2-3 корпуса от тебя. Расстояние это на самом деле критично мало, потому что этот щит, по сути, для противодействия автоатакерам ближнего боя, которых в игре очень мало. А уменьшение скорости бега многие герои легко нивелируют навыками с прыжками. Это весьма редкий предмет в сборках. Бессмертие. Плюс 800 здоровья, плюс 40 физической защиты. Суть щита проста. Тебя убивают, ты через пару секунд воскрешаешься с небольшим щитом и запасом маны. Казалось бы, это здорово, вторая жизнь, но есть спорные моменты. Играя в пати группой опытных игроков, этот предмет безусловно полезен. Тебя убили, свои поддержали огнем или отзонили противника. Ты воскрес и принял участие в бою или сбежал. А какая картина при игре с рандомами? Тебя убили, рандомы разбежались, противник подождал, пока ты возродишься, и убил снова. Перезарядка такой чудесной пассивки 210 секунд. А 800 здоровья и 40 защиты весьма низкие показатели. Поскольку я пишу гайды для соло игроков и людей, которые хотят разбираться в механике игры, то в мейксборках его можно встретить и редко. Зато если играешь в пати, то бессмертие рекомендован для многих персонажей. Еще один аспект. Есть герои, у которых с возрождением может перезаряжаться что-то нужное. Например, иксборг возрождается с обновленной броней. Для таких героев бессмертие полезно вдвойне. И вообще мастхэв. Кираса грубой силы. Плюс 770 здоровья, плюс 45 физической защиты. Эта броня увеличивает твою скорость бега, магическую и физическую защиту после того, как ты нанесешь урон противнику. И желательно несколько раз. Очень подходит для бойцов брузеров с быстрой атакой или перезарядкой навыков, как у Бакита, например. Кираса помогает решить проблему передвижения и сильно поднимает обе защиты при стычке с противником. Только не зевай, ты должен бить первым, как в уличной драке. Сумеречная броня. Плюс 1200 здоровья, плюс 400 маны. Редкое свойство. Минус 20% критического урона. Пассивка неоднозначна. Она уменьшает сверхсильный урон до 900 и уходит на перезарядку на 4 секунды. Эту броню используют все классы для того, чтобы пережить урон от героя ваншотера. Например, у тебя на карте носится разожравшийся Алдос и орет, что всех убьет, а тебе нужно для победы над ним всего ничего. Пережить один его заряженный удар. Покупаешь себе сумеречную броню и она срезает многотысячный удар до 900 урона. Из минусов срезает только физический урон против магов бесполезно. А на этом все. Если что-то непонятно или интересен более подробный разбор практически любого предмета в игре, просто веди в гугле название предмета и слово «зверько». Так легко найдешь мои разборы, которые постепенно актуализируются. Вот насчет Афины надо снять. Хотя вроде там и так по описанию все понятно. Если видео тебе понравилось, то подписывайся на канал и сделай колокольчик изрещения с серым. А если еще и хочешь мне помочь, то просто поделись этим видео в своих социальных сетях. Удачных боев, друг! И помни, порхай как бабочка, но помни, что ты латник. Субтитры сделал DimaTorzok